не так давно у меня на канале гаджетмания появился плейлист youtube видеоблог я еще думаю над названием этого плейлиста но то что я буду его развивать это однозначно там уже доступно два видео о выборе камеры для ведения деятельности на youtube о свете который можно использовать при съемке видео у вас дома сегодня мы поговорим о еще более интересной теме это объективы соответственно если вы приобрели камеру вам нужны будут объективы и как ни странно сегодня мы поговорим о советских объективов я еще мало что понимаю в этом но хочу вам сразу сказать советские объективы еще очень и очень могут как говорится моя краткая предыстория это вообще наверное форме влога потому что вы будете видеть примеры фотографий сделанные с помощью советских объективов моя краткая предыстория так как вы знаете что у меня от канона ios m это беззеркальный фотоаппарат семейства canon один из первых соответственно специальные объективы то есть свой скажем так байонет нужен специальный переходник и я уже рассказывал про этот вот переходничок этот переходник помогает вам применить любые объективы семейства canon на беззеркальной камере canon eos m то нам дает этот переходник соответственно мы можем приобрести любой объектив canon соответственно подключить его присоединить камере и заниматься фотографией или видеосъем тут я подумал как бы что будет если почитал много-много разной информации проконсультировался очень хорошим знакомым романом и не только александр романа в общем несколько человек им кстати большой привет и тут непосредственно они мне сказали да советская оптика она принципе во многом своем очень очень даже неплохо и давай попробуй как бы окей начал я заниматься вопросом как же все-таки подсоединить так как у меня уже есть один переходник соответственно я понимаю что мне нужен будет другой переходник я понимаю и просветляю вас рассказываю вам мало ли вы будете искать информацию интернете о том что к любому советскому объективу нужно всего лишь скорее всего два переходника это м42 и м39 и если вы пользуетесь биозеркальными системами допустим как я canon eos m то вам нужен непосредственно переходник на ваш иос м на м42 или тот объектив на который будет соответственно накручиваться точнее тот переходник на который будет накручиваться объектив к чему я все это долго на протяжении трех минут рассказывал я решил проэкспериментировать советской оптикой с помощью своих родственников большое спасибо тесте у меня передо мной перед вами соответственно сейчас находятся два объектива один индустар другой легендарный гелия 42 44 2 у них соответственно на этом либо м42 а на этом резьба м39 я начал искать информацию можно заказать китае китае ждать долго говорят что иногда приходят не совсем хорошего качества походил по городу в городе нет в итоге нашел сайт называется он м42 переходник . рф ссылочку я кстати оставлю в описании мне очень оперативно ответили буквально на следующий день мы списались соответственно и как я думаю что с владельцем данного магазина и скажем так решили устроить коллаборацию к чему это придет может быть придет приведет это дальнейшему будущему какими-то приятными бонусами для вас в виде скидок а именно подписчикам и либо обратившимся людям те кто придет непосредственно ссылками пока под этим видео или с другими ссылками связанными с этим сайтом в общем помощью с дека буквально за четыре дня приехал ко мне переходничок на м42 гелиос соответственно деле 44 а переходник м42 посыл видео таков советская оптика которая стоит есть советская оптика друзья достаточно дорогая я посмотрел что цены могут доходить доходить до 50 тысяч рублей но в нашем случае в основном стандартные объективы гелиос и они даются от 500 до полутора тысяч рублей в зависимости от состояния переходника то у нас перед с переходниками с ценами на них в китае вы будете ждать придет не придет стоит это порядка 200 рублей но опять же за качество никто не ручается где берут парни которые торгуют ими в россии бог его знает может быть заказывать может быть покупают каким-то опытом в китае каким-то образом отслеживают всю эту политику качества в общем сейчас проверим вот такой вот такая вот коробочка здесь соответственно нужный для меня переходник у меня хорошо проконсультировал я говорю окей в городе я надыбал за 300 рублей вот такую вот штуку которая соответственно крепится такому переходнику который у меня уже есть что мы получаем мы получаем этот соответственно принёк мне говорит слушай чувак ты можешь использовать и вот в таком виде но соответственно чем больше соединительных стыков тем больше вероятность того что это все будет вот таким вот образом люфтить скрипеть не знаю как это отобразится в дальнейшем будущем на качестве но с помощью этого переходника который кстати в китае стоит 2 доллара у нас городе 300 рублей я не могу то есть если я подсоединяю сюда свой елис он сюда очень хорошо прикручивается я не могу соответственно фокусировочное кольцо крутить и не могу нормально сфокусироваться посмотрим как это сейчас будет обстоять с хваленым переходником на m42 системы асм и осм для беззеркальных фотоаппаратов вы как понимаете я сейчас не могу одеть этот переходник на камеру так как я на нее записываю данное видео но я смогу сюда подсоединить соответственно объектив гелиос и попробовать хотя бы как минимум покрутить фокусировочное кольцо друзья давайте посмотрим что из этого и выйдет о боже да как это клёво смотрите что происходит если там это не делалось надо закрепить соответственно здесь все ход плавный все отлично смотрится это достаточно даже можно сказать симпатично вот такая вот компания которая занимается непосредственно производством данных переходников и здесь написано м42 и осм то есть из чего я делаю вывод вещь качественная да она стоит своих наверное денег а может быть даже не стоит это 1000 с копейками рублей еще к нам положили вот качестве бонуса такой вот карандаш пока ехал карандаш наверно не сломался карандаш для очистки вашей оптики еще раз повторяюсь а для чего все это я вам преподношу или рассказываю да я хочу попробовать себя и соответственно свою технику в новых ракурсах хочу рассказать вам об этом хочу в будущем показывать вам более качественную картинку потому что советская оптика светосильно в большинстве своих случаях и дает очень красивое букет задние планы задний вид в общем я хочу улучшать свой контент и если вы заморачиваетесь если вы ищете для себя недорогой но достаточно практичный выход из ситуации улучшить качество своего изображения то конечно же вы посмотрите данное видео и в очередной раз задумайтесь или может быть не задумаетесь о приобретении и экспериментах с советской оптикой м39 появился чуть позже чем гелиост соответственно объектив индустар этого переходничка у меня до сих пор нет ну что ж придется скорее всего заказывать двухдолларовую резьбу с м39 на м42 в общем куча переходников ссылочки будут в описании там достаточно интересные цены то есть может быть да они в какой-то степени завышены может быть нет решать вам в общем пройдите посмотрите если что в комментариях там пишите что вы с канала гаджетмани может быть вам какую-то скидку и сделают в итоге давайте подводить итоги итоги таковы если вы пользуетесь соответственно зеркальной и беззеркальной техникой canon либо микон либо другой какой-нибудь и и у вас не так много денег и вы хотите экспериментировать с картинкой то обратите свое внимание на советскую оптику в большинстве случаях она поможет вам сделать совсем совсем другое не то что дает китовые объективы вот пожалуй в этом наверное мой к вам урок или не знаю инструкция в общем друзья большое спасибо что посмотрели данное видео до этого момента обязательно напишите в этом в комментариях я супер я досмотрел до этого момента мне будет приятно прочитать обязательно подписывайтесь на канал дабы не пропустить новые сочные интересные видосики ну а мы с вами совсем скоро увидимся я не знаю когда выйдет это но видео но скорее всего я поздравляю вас с наступившим 2017 годом желаю всем счастья любви здоровья и достигать тех целей которые вы перед собой поставили пользуйтесь сайтом gadgetmania.ru для того чтобы экономить на своих покупках в интернете совсем скоро увидимся всего доброго пока пока удачи